МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Наталья Соколовская. И сегодня в выпуске. Губернатор области Николай Шерснев провел прямую линию с населением. Внутренние войска Республики Беларусь отметили свое столетие. На базе Оршанского государственного медицинского колледжа состоялся областной этап республиканского конкурса профессионального мастерства «Белорусский мастер-2018». Школа бильярда «Перекат» Борисовского физкультурно-оздоровительного центра снова в числе первых. Губернатор области Николай Шерснев провел прямую линию с населением. Всего от граждан поступило 19 обращений. Практически половина из них – от ветеблян. Среди актуальных вопросов – работа общественного транспорта, состояние дорог и различных территорий, проблема занятости и многие другие. Что же больше всего волнует жителей региона, узнавала Ина Шеркевич. В первую очередь прямая линия с губернатором дала возможность рассказать о своей проблеме или задать вопрос жителям отдаленных уголков области. Поступали звонки из Сенинского, Полоцкого, Поставского, Чашникского и Дубровинского районов. Также среди дозвонившихся – жители Орша и Глубокого. Одна из представительниц сельской глубинки обратилась к главе области с просьбой принять меры по поводу плохой работы магазина. Вместе с ней в деревне проживает около 50 человек. Помимо проблемы некачественного торгового обслуживания, жители области больше всего волновали сферы ЖКХ, состояние дорог и невозможность трудоустройства. Несмотря на это, практически половина из поступивших 19 звонков принадлежала ветевлянам. Они высказывали претензии касательно работы общественного транспорта, качества медобслуживания, а также благоустройства различных территорий. Однако были и более частные вопросы. Один из самых острых – конфликт из-за кафе Шашлычной, расположенной в жилом доме. Популярной стала и тема борьбы с негодными соседями. Небольшие регионы с небольшим количеством людей, где друг друга все знают, там проще решать вопросы им. Может быть и люди менее требовательны. Но посмотрите, были ли когда-нибудь вопросы с расходом? И раз региону можно провести вот с примером, никто никогда не позвонил. А ведь там какие же вопросы возникают? Они как-то то ли не снимаются, то ли там людей слышат. Чем больше регион, тем больше проблем. Приятно то, что вопросов поступает меньше, вопросы менее значимые, нежели были раньше. Это уже факт, он на лицо. Чтобы разрешить вопрос каждого обратившегося, губернатор детально рассматривал отдельную ситуацию. Помогали ему в этом присутствующие на прямой линии руководители подразделения обл. исполкома и председатели райисполковых. Они работали на местах в режиме видеоконференц-связи. По всем звонкам данные поручения, выполнение которых будет проконтролировано. Инна Ширкевич, Вячеслав Соловьев, Телекомпания «Скиев». Внутренние войска Республики Беларусь отметили свое столетие. В поздравлении президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отметил, сегодня это слаженный, высокомобильный военный организм, решающий в мирное время уникальные по специфике и сложности служебно-боевые задачи. Личный состав надежно стоит на страже конституционного строя, внося свой вклад в сохранение спокойствия в Республике Беларусь. В Аршанском регионе расквартирован 1-й отдельный стрелковый батальон войсковой части 55-24. Чтобы соответствовать высоким требованиям, предъявляемым военнослужащим внутренних войск, периодически проводятся контрольно-проверочные занятия по основным предметам обучения – тактической, огневой и физической подготовки. Эти предметы являются основными предметами обучения во внутренних войсках. Раз в квартал все военнослужащие сдают нормативы по данным предметам. Вопросом боевой подготовки во внутренних войсках уделяется очень большое внимание. В физической подготовке в исковой части 55-24 уделяется большое внимание. Партийная работа в Роте организована на высоком, я бы сказал, на высоком уровне, так как наши военнослужащие оказывают содействие в органах предметов и охраны в честном порядке. И для выполнения успешного этой задачи, естественно, физическая подготовка в наших случаях должна быть на высоком уровне. Поэтому у нас проводятся занятия еженедельно по физической подготовке, в которой включается и рукопашный бой, и легкоатлетическую подготовку, и развитие выносливости, и качество по выполнению упражнений на перекладине, и в бег. И плюс у нас есть еще, конечно, занятия по рукопашному бою. Как правило, там отрабатываются приемы по задержанию правонарушителей. Сам Сергей занимается с военнослужащими и рукопашным боем и посещает тренажерный зал, хотя эти виды спорта для него не профилирующие. Я начал заниматься стрельбой из штатного оружия, еще когда учился на факультете, достиг звания кандидата мастера спорта на втором курсе обучения. Да и солдаты стараются поддерживать хорошую физическую форму. Роман Марченко родом из Коханово, закончил юридический факультет Полоцкого госуниверситета. Служит пятый месяц. Занимался футболом, занимался тяжелой атлетикой, в общем, со спортом был связан. Здесь начал заниматься рукопашкой. В первую очередь как-то выносливость повысилась, вот, ну, сила, то есть чувствуется организмом. В лучшую сторону. Да, конечно. В этот день военнослужащие срочные службы и те, кто служит по контракту, сдавали нормативы по бегу на дистанции 100 метров и 1 километр, а также подтягивания. Существуют строгие нормативы, в которые надо уложиться. Если человек не сдает, даем ему время для, скажем так, переподготовиться немножко, и он сдает повторно. А если нет, тогда применяем уже, скажем так, непопулярные среди военнослужащих методы. То есть кто-то меньше получит премии, кто-то получит взыскание. Вот таким образом. У военнослужащих третьей отдельной патрульной роты прошли контрольно-проверочные занятия за первый квартал 2018 года. Между тем наступило время обеда. Надо отметить, что питание нынешних солдат кардинально отличается от того, как кормили нас в далекие 80-е и 90-е годы. Я даже поинтересовался, знают ли ребята, что такое бигус. Это тушеная капуста с картошкой. Это все, что я знаю. Но практически ответил правильно. Правда, Андрей признался, что никогда подобного не пробовал. Ну и слава богу. Питание разнообразное. В основном утром каши, колбаса, вечером пюре, рыба. В праздники дают вафли, всякие сладости. Может, фрукты бывают иногда. Артем Шейн стоит по ту сторону раздачи. Закончил профессиональный технический колледж по профессии повар. Служит уже пятый месяц. Что он готовит своим сослуживцам? Суп с макарными изделиями, комбинированной каши, мясо тушеное. Компот, сок, хлеб. Слышно разнообразное. Салат. Каждый обед он получает мясо. На ужин и завтрак у него идет булочка с маслом. И сыром чай. Первое, второе, скажем так, и компот. Как в садике. Как в садике, да. Но в принципе, у нас есть раскладка, которая продукты питания у нас и блюда не чередуются, не повторяют. Скажем так, каждый день что-то новое. Но опять же, все по-армейски вкусно и калорийно. Питанием доволен. Даже думал, что будет хуже. Но имеется там, скажем, и творог, и сыр. То есть, некоторых гражданки даже особо не так кормили, как здесь. Поэтому по питанию вообще вопросов нет. Вообще все, с кем нам пришлось общаться и в кадре, и за кадром, очень довольны, что попали служить именно во внутренние войска. Сная система внутренних войск, ее, скажем так, элитность. Здесь отсутствуют какие-то страхи. Здесь все военнослужащие, в принципе, равны. Все один за одного. Поэтому слаженный коллектив. Сергей Бойко, Алексей Цибульский. Телекомпания «Скиф». Витебская таможня отметила юбилей. 1 апреля исполнилось 25 лет со дня ее образования. Кстати, в республике это единственная таможня, которая граничит сразу с тремя странами. Россией, Латвией и Литвой. Подробности празднования памятной даты в сюжете Инна Ширкевич. Уже четверть века витебские таможенники обеспечивают соблюдение таможенного законодательства. Недавно благодаря их деятельности удалось пресечь попытку незаконного ввоза партии парфюмерии через пункт пропуска Бегосова-1. Ехавший из Латвии водитель грузового автомобиля хотел сбыть 47,5 тысяч флаконов французской туалетной воды на сумму около 730 тысяч белорусских рублей на территории Евразийского экономического союза. Происшествие случилось накануне 25-летия ведомства. Кстати, в рамках празднования юбилея Витебская таможня преподнесла два необычных сюрприза, где жители Верхнедвинска открыли современную детскую игровую площадку. Другой подарок адресован областному центру. Напротив административного здания таможни по улице Лозо установили кованную скамью и указательный столб с символикой таможенных органов. Новая архитектурная композиция стала еще одним украшением города на Двине. Праздник должен запомниться. И не только хорошим настроением, и не только теми мероприятиями, которые прошли, и тоже собрание концерта, и закончились. После праздника должно что-то остаться не только в памяти у таможенников, но, наверное, и у жителей района. В честь юбилейной даты в концертном зале Витебск прошло торжественное собрание. Каждому отличившемуся сотруднику Витебской таможни вручили награды президента Республики Беларусь, областного исполнительного комитета и Совета депутатов. После этого всех собравшихся порадовал мюзику на таможенную тематику «Нам-25». Показатели у Витебска таможни довольно серьезные. Есть серьезные задержания. Они с успехом борются с таким негативом, как перемещение наркотических средств. Пресекает нарушение законодательства в серии внешнекомерской деятельности. В то же время способствует внешнекомерской деятельности и способствует тому, чтобы территория Республики Беларусь была привлекательной для транзита. Личный состав Витебской таможни подготовлен. Это несущественные сотрудники, которые постоянно совершенствуются. Витебская таможня – единственная в республике, которая граничит сразу с тремя странами – Россией, Латвией и Литвой. В ее структуру входят четыре таможенных поста – Новополоцкий, Оршанский, Урбаны и Бегосово. Как показали результаты прошлого года, таможенные сотрудники возбудили более двух тысяч дел об административных правонарушениях и обратили в доход государства товаров и транспортных средств стоимостью более 8 миллионов рублей. Инна Ширкевич, Вячеслав Соловьев, телекомпания «СКИФ». Будут ли ремонтироваться теплотрассы Борисова? На этот вопрос в ходе пресс-конференции с журналистами ответил председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалюв. Сколько километров планируется заменить? Узнаете из сюжета Никиты Дементьева. Как говорится, готовь сани с лета. Подобный подход относится и к замене теплотрасс. Отопительный сезон подходит к концу, поэтому самое время подготовиться к следующему. Председатель райисполкома рассказал, сколько километров теплотрасс планируется заменить и с чего начнут. Конечно же, мы начинаем с самых проблемных участков, где больше всего порывов. А порывы, вот это начинаются раскопки сразу во время отопительного сезона. Поэтому идем именно на те участки, где больше всего было порывов. Там будем в первую очередь работать. У нас необходимо переложить теплотрасс по городу 234 километра. Значит, что смогли сделать в прошлом году? За прошлый год, для сравнения, переложили всего лишь 17 километров общими усилиями. 9 километров было переложено у нас за счет областного бюджета и 8 километров было переложено за счет нашего предприятия ОП «Жилье». В этом году пока у нас защищена статья на 43 километра. И 43 километра мы однозначно переложим. Но я очень надеюсь, что мы решим вопрос, мы будем перекладывать не 43, а 70 километров. То есть такая надежда у нас есть. К этой надежде мы будем двигаться. Значит, ОП «Жилье» задачу эту получила, знает, как это делать. На сегодняшний день уже часть тендеров прошло, часть тендеров проводится уже, часть готовится тендеров, часть готовится к проектной документации. Поэтому задача такая стоит. Не менее 43 километров мы должны уложить. Вообще мы хотим 70. И к этой цифре мы будем стремиться. Тогда это позволит нам за 3 года решить проблему по всем теплотрассам города. И я очень надеюсь, что зимой мы не будем видеть посреди снега зеленую траву, которая дает о себе знать. Вот недалеко по улице Чапаева здесь есть очень много мест, где мы видим, что явно теплотрасса, и явно давно ее уже не меняли. Потому что даже сегодня мы можем увидеть там зелененькую травку. Это неправильно. Это наши потери тепла. Поэтому эту задачу мы знаем, эту проблему мы знаем, и мы ее будем решать. И надеюсь, что мы ее победим очень быстро. Никита Дементьев, Артур Девин, телекомпания «Скиф», Борисов. На базе Оршанского государственного медицинского колледжа состоялся областной этап республиканского конкурса профессионального мастерства «Белорусский мастер-2018». За звание лучшей медицинской сестры Витебской области боролись семь представительниц учреждений здравоохранения региона. Подробности далее в сюжете. Республиканский конкурс профессионального мастерства «Белорусский мастер-2018» по специальности «Медицинская сестра» – яркий пример деятельности Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Так организаторы создают условия для творческого профессионального роста, развития личности специалистов. Областной этап традиционно принимает Оршанский медколледж. На этот раз на сцену учреждения образования вышли участницы из Витебска, Орши, Полоцка и Новополоцка. Перед тем, как попасть сюда, на эту сцену, они прошли два этапа отбора. Первый этап – это в своих коллективах, в своих лечебных организациях, больницах они стали лучшими. Следующий этап – это областной и уже сегодняшние семь участниц – это лучшие из лучших. Задача участниц – показать свои профессиональные навыки, раскрыть себя как творческую разностороннюю личность. Причем в этих конкурсах им помогают группы поддержки из коллег, которые трудятся вместе в данных лечебных учреждениях. Ну и, конечно, основная – это профессиональная составляющая. Участницам предстоит пройти тестирование на компьютере, где предстоит ответить на достаточно сложные тестовые вопросы. А также пора демонстрировать жюри, которая сформирована из руководителей практики и сотрудников медицинских колледжей, а также управления здравоохранения областного исполнительного комитета, свои навыки, умения при решении ситуаций, связанных также с выполнением тех или иных манипуляций. Увиденное говорит о том, что участницы действительно очень ответственно, очень серьезно подошли к подготовке и очень радуют, что это не индивидуальная работа, а это результат командного творчества, когда за каждой участницей стоит целое учреждение. И это говорит о микроклимате, о той атмосфере и, конечно, о том, что имея в своем штате таких высокопрофессиональных сотрудников, мы можем быть уверены в качестве медицинской помощи населению нашей области. Собрались профессионалы, люди, которые знают и умеют все в своей профессии. Собрались лучшее из лучших. Для того, чтобы посоревноваться, определить победителей, ну это как все-таки основная цель конкурса. Ну и основная задача – это популяризация профессии медицинской сестры, показать то мастерство, которым они обладают, поделиться опытом, завести новых, наверное, знакомых, поделиться опытом между лечебными учреждениями, ну и все-таки посоревноваться. Уровень подготовки очень высок. То есть, я же говорил, уже собрались лучшее из лучших. Хотя в здравоохранении Витебщины худшее не работают. Здесь все профессионалы высокого качества. Борьба включала ряд испытаний – творческих и профессиональных. Показать себя в наиболее выгодном свете помогла конкурсанткам «Визитная карточка». Девушки красочно и ярко представляли профессиональное и личное качество. Еще один творческий этап – домашнее задание на тему культура здоровья. Претендентки на звание лучшей медсестры области в необычных формах и образах рассказали, как сохранить молодость и здоровье. Узнала о конкурсе. Мне это была большая честь – поучаствовать в нем. Конечно, это конкурс такой креативный. Эмоций столько, впечатлений. Мне очень нравится. Конечно, волновалась, но это того стоит. Волновались все. Очень помогали мне мои коллеги. Очень большое спасибо за помощь. Ну, пришли меня поддержать. Это тоже большая помощь в моем участии. На участие меня сподвиг мой коллектив любимый. Как предложили, я люблю свою профессию. Для меня это интересно, достойно. И проверить себя еще раз. Люблю свою профессию за то, что оказываю помощь людям. За то, что всегда с ними рядом. За то, что я вижу искренне, что им легче от оказания этой помощи. Ну, очень люблю свою работу искренне. Много переживаний было, волнений. Как ни странно, сейчас их почему-то меньше, чем во время подготовки. Хочу сказать большое спасибо своему коллективу, который меня не только помог подготовиться, но и всячески поддерживал. И поддерживать сейчас – это очень важный момент в подготовке к конкурсу. Демонстрация профессиональных навыков – последнее и не менее сложное испытание. Выполнить все предложенные медицинские манипуляции на отлично участницам помогли опыт и высокий уровень подготовки. Все конкурсантки получили дипломы и памятные призы от Управления здравоохранения Витебского облсполкома и Витебского областного комитета профсоюза работников здравоохранения, а также подарки от партнеров конкурса. Лучшей медицинской сестрой Витебской области 2018 года стала Елена Васильева – медсестра операционного блока больницы Витебского областного детского клинического центра. Она будет представлять Северный регион на заключительном этапе республиканского конкурса профессионального мастерства «Белорусский мастер-2018». Галина Башкова, Николай Бегунков из Оршанского медколледжа. Лепель встречал молодых, активных и небезразличных юношей девушек со всего региона. В Детской школе искусств прошел очередной этап конкурса среди активистов БРСМ «Лидер новое поколение». Подробности в сюжете наших лепельских коллег. 22 марта в концертном зале Лепельской детской школы искусств состоялся региональный этап областного конкурса на лучшего лидера первичной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» «Лидер новое поколение 2018». В конкурсе приняли участие шесть лидеров из четырех районов. Снежана Нестеренок Бешенковичи, Никита Палачанин Докшицы, Даниил Буглак Докшицы, Афина Шмелева Лепель, Арина Ковалевская Лепель, Виктория Пинчук Новолукомы. Конкурс проходил в четыре этапа. Визитка «Я волонтер». Дебаты на тему «Где родился, там и пригодился». Представление, посвященное Году Малой Родины. Защита социального проекта, разработанного лидером совместно с помощью актива первички. И творческий номер «Лидер сюрприз», в котором выступали лидер взрослый и лидер учащийся. По итогам конкурса победителем стала Арина Ковалевская, лидер первичной организации БРСМ гимназии имени Ярошова города Лепеля, которая в апреле месяце представит наш район в финале. Второе и третье места увезли лидеры из города Докшицы Никита Палачанин и Даниил Буглак. А мы с удовольствием послушаем участникам конкурса и лидеров «Новое поколение-2018». На самом деле это очень веселый конкурс, с какой-то стороны он познавательный и с какой-то стороны все-таки да, веселый. Было весело, познавательно, снова же ощущения непередаваемые на самом деле и очень приятно за то, что все-таки победил сильнейший. Ну именно в этом конкурсе участвовали в первый раз. Получилось выиграть в нашем районе. Ну не знаю, впечатления непередаваемые, рады, что заняли второе место. Как планируешь свою жизнь дальше, как ты ее видишь вот в ключе лидерства? Ну поскольку у нас патриотическая визитка была и все вот этот проект, хочу стать патриотом своей страны, стать военным или летчиком, наверное, скорее всего, испытателем. Школа бильярда «Перекат» Борисовского физкультурно-оздоровительного центра снова в числе первых. Воспитанники одержали победу в первенстве страны. Подробности в нашем следующем сюжете. 24 и 25 марта в городе Минске проходило первенство Республики Беларусь по бильярду, в котором воспитанницы школы бильярда «Перекат» физкультурно-оздоровительного центра Диана Холодович заняла первое место и Дарья Черняк завоевала второе место. Как отмечает тренер школы бильярда «Перекат» и мастер спорта международного класса Екатерина Перепечаева, в школе много талантливых ребят, за которыми большое будущее. Масарновский Андрей, ему 15 лет, учится в первой гимназии, очень трудолюбивый, не без доли таланта, но постоянно приходит на тренировки, усердно выступает. В том году занял второе место на чемпионате Беларуси. Сейчас участвовал, занял пятое место, немножко не хватило внимания, концентрации во время матча, но будем работать, но думаю, что через пару лет мы еще о нем услышим и фамилия загремит его. 17 и 18 марта Екатерина Перепечаева принимала участие в чемпионате Беларуси по бильярдному спорту, где завоевала почетное первое место и тем самым завоевала путевку на чемпионат мира, который пройдет в Казахстане, в городе Ламаты уже на следующей неделе. Я была чересчур подготовлена очень даже, поэтому мне как бы легко было выигрывать соперницу за соперницей, то есть никакого труда не составило. По ходу турнира я проиграла всего лишь одну партию, то есть больше чем 15. То есть очень легко, поэтому как бы то, что я удостоилась путевки на чемпионат мира, считаю, заслуженно. И на чемпионате мира уже буду показывать свой лучший результат. Буквально год назад в Казахстане тоже там я заняла третье место, но сейчас буду стараться выйти в финал. В финал, конечно, думаю только о победе. Все шансы. Буду стараться, буду стараться. Татьяна Савлеевич, Артур Дивин, телекомпания «Скиф». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Прогноз погоды завершает наш выпуск. Я же благодарю вас за внимание. Всего вам самого доброго и хороших вам новостей. Одежда для ведущих предоставлена ЗАО «Оршанский дом торговли».